Продолжается визит блаженнейшего патриарха Александрийского и всей Африки Фёдора II в Кению. Вместе с предстоятелем Александрийской церкви путешествует митрополит кенийский Макарий, экзарх всей Кении, экзарх Александрийского патриархата на Кипре, протопресвитер Афинодорос, а также клирики Александрийского патриархата. О первом дне православной миссии в нашем репортаже, подготовленном по материалам журналиста телеканала «Союз» Тимофея Обухова. Вот так весело и тепло встречают племя Масаи, блаженнейшего патриарха Фёдора II. За спиной у африканцев небольшое здание, похожее на склад, но на самом деле здесь располагается приход святого Иоанна Златоуста. Местное население бедное, поэтому церковь построили из простых досок, но останавливаться на этом Масаи не намерены. Мало-помалу возводится новый каменный храм. Чтобы достать для него кирпич, взрослые дети пешком отправляются за 30 километров на рынок. Жизнь местного прихода трудна, им нелегко происходит общение с паствой. Владыка говорит на греческом, затем его слова переводят на английский, а уже потом на разные местные наречия. Гостеприимные жители не оставили миссионеров без подарков. Яркие накидки – традиционная одежда этого племени, а школьницы прочитали стихи. Задача православной миссии – не только духовное окормление верующих, но и поддержка священнослужителей на местах в их непростом служении. Еще раз всеми говорим сегодня из Ении. Спасибо вам! Благодарим русскую и православную церковь и патриарх Кирилл. Но пришло время двигаться дальше. Световой день здесь длится до шести вечера. Каждая минута дорога и нужно успеть посетить еще два прихода. А там гостей уже ждут. Люди ценят и внимание, и духовную поддержку. Но немаловажна и простая материальная помощь, которую везут с собой православные миссионеры. Ведь одна из важных целей этой поездки – социальная. Машина загружена продуктами и сладкими подарками детям. И надо сказать, в аскетических условиях жизни эта помощь существенна. В приходе святого Иоанна Предтечи, который, кстати, построен уже не из досок, а из кирпичей, путешественников ждет трапеза. Отварной рис, тушеная капуста и бананы – нехитрая пища, но здесь умеют ценить простые вещи. Бедность, безработица и низкий уровень жизни – та реальность, в которой живут эти люди. Но, несмотря на это, главные для них – христианские ценности. Все будет хорошо. Только терпение, любовь, вера. Из городка Иль-Лясид православная миссия движется через удивительные по красоте места. Национальные парки Кении известны по всему миру. Именно сюда туристы приезжают на знаменитые сафари. Эта страна – одно из динамично развивающихся государств африканского континента. И свою роль в этом прогрессе играет православие. Ведь вера зачастую становится и движущей силой, и надеждой кенийцев. Так в предгорьях Килиманджара жители возвели еще один православный храм. И здесь, как и у нас, царит пасхальная радость. А после совместной молитвы никто не расходится. Опять поют песни, которыми так богата культура этого народа. И снова в путь. На Саванну опускаются сумерки. И машина, преодолевая овраги, речки, которых в сезон дождей становится больше, движется дальше. Впереди новые приходы, которые также нужно посетить. История многих из них насчитывает уже около полувека. Сегодня в Кении примерно 620 тысяч православных мирян. 260 священников, из которых многие коренные жители. А это значит, что нас ждут новые репортажи из страны первозданной природы и православной веры. Привет, Россия! Привет, Союз! Привет, Екатеринбург!